Всем доброе утро. Всех рад видеть. Марина, привет. Юр, привет, привет всем. Так, сейчас. Так, Татьяна, привет. Александр, привет. Ирина, ура, ура, привет, привет. Так, давайте потихоньку стартовать. У нас сегодня про любовь к себе тема очень важная, из которой, собственно, все начинается. Как говорят древние иудеи, как-то в христианстве не очень эта история популярна, а вот в Кабале, в иудейской древней мистическом учении, у них там про любовь к себе очень много говорится. Ну и скопнули, даже в христианстве тоже говорится, поэтому пообщаемся на эту тему. Сейчас записи найду. Так, а как у вас дела? Напишите пока. Нормально, ну отлично. Отлично. Как режим дня у вас соблюдается? Все нормально? Все, ну это те, кто... Все лучше и лучше, Статин, отлично. А те, кто на эфире, у тех, я так понимаю, ну нормально все отчеты пишете, да? Все хорошо с этим. Ага, отлично. Так, хорошо, ну давайте тогда, да, давайте начнем, нам не будем уже всех ждать остальных, остальные будут записи смотреть. Я все еще не могу вечерами дойти до кровати. Ирина, ну тут надо, да, тут вопрос дисциплины, о которой, к сожалению, да, не принято особо много говорить. То есть все фокусируются на ранних подъемах, говорят, я буду рано вставать, встречать рассветы. А то, что... Это прошло на три минуты. Ну, бывает. Что... То есть реально настоящая самодисциплина... При слове дисциплина обычно возникает что-то вот такое. Это больше похоже на ранний подъем. Проснулся, там, облился холодной водой, побежал. Вот это дисциплина, да. А то, что вечером дисциплина, когда нужно просто взять и говорить, друзья, давайте вот в чатике вас скажешь, интересно, очень все прикольно, но я, пожалуй, пойду спать пораньше вовремя. Да, это как-то... Даже на дисциплину не похоже. Это, не знаю, какое-то слово новое надо придумать. Но это самоорганизация какая-то, что ли, да. Что когда вы понимаете, что время пришло ложиться спать, ну, надо это делать, да, не тупить. Потому что я понимаю вот сам, когда, знаете, в чатике какая-нибудь интересная переписка идет, да, когда там что-нибудь интересное, а может быть там все-таки... Тут, знаете, часто какая-то нелюбовь себе, какая-то жалость к себе включается. Потому что вот, что же я в таком этом, вот может мне пойти какой-нибудь сериальчик до ночи посмотреть, еще что-то посмотреть, да, какие-нибудь там такие поползновения, да, по нарушению режима. Но тут надо смотреть. Да, мы не роботы, конечно, да, если вы понимаете, что вам хочется прямо вот взять и прям потупить. Возьмите и потупите, да, то есть лучше один раз потупить, чем месяцами жить с мыслями о том, что вот я вот мог бы там что-нибудь вечером. Возьмите, то есть история такая, что понятно, что мало кто, такие разные психотипы у людей, мало кто там в среднем, да, способен. Реально, как робот ложится ровно в 22-30, например, вставает ровно в 5-30 каждый день без каких-то сбоев, да. Ну, то есть кто-то способен, кто более такой системный, кто сенсорик, там, рационал, вот эти ребята, они более уничтожены. Ну, таких, ну, таких, сколько, четверть, получается, четверть населения способного в таком режиме постоянно жить. А кто же более хаотичный за собой замечает свою хаотическую природу, да, это нормально, что где-то вы там легли позже, где-то вы там чуть там позже встали или чуть раньше. То есть как это вот, важно иметь вектор в этом направлении, да, что вы понимаете идею ранних подъемов, выгоды тех, что у вас энергорубли появляются с утра, да. То есть если вы эту историю поняли, да, вы ее прочувствовали, то тогда, тогда круто, тогда вы все равно к этому вернетесь. Просто вопрос, вопрос, каким образом вы этот вектор будете выдерживать. Вот, поэтому по поводу дойти до кровати, ну, реально просто как-то вот самоорганизоваться и дойти. Опять же вопрос, зачем, да, вопрос, зачем. Вот тут вот у многих появляется такой в голове пункт, по поводу того, что в детстве, ну, нас учили быть какими-то правильными, там, быть организованными, там, убирать свою кровать за собой, какие-нибудь там, что там, что я детям рассказываю, что они там. Честными быть, не обманывать, вчера в лекции целом прочитал эту тему. У меня вчера дети, пришел, приехала доставка воды, и дети взяли дверь, открыли доставщику воды, говорят, здрасте, вот у нас никого нет дома, вот, принимайте в итоге, я там вышел ненадолго. Ну, в общем, детей учат быть правильными, да, то есть быть правильными в плане социума, чтобы они там все делали хорошо, там, все организовывали. Так, в связи всех приветствую, Лейсан, Светлана, Алексей, Андрей, всем привет, всех рад видеть. Да, да, всем привет. Вот, а именно вот ту часть, которая, как бы, тоже важная, да, ее как-то всегда оставляют, ну, оставляют человеку на его, как бы, ответственность, да, вот как фраза «возлюби ближнего, как самого себя», то есть она все-таки звучит поучительно в формате «а ну-ка, возлюби ближнего». А то же самого себя, ну, ты же, ну, ты же понимаешь, что себя тоже надо любить, ну, типа, понимают. Но никто в детстве не учил, типа, давай ты тоже там это делай. Поэтому человеку, ну, отдается на его усмотрение то, каким образом он о себе заботится, да, и там как-то занимается своими вопросами. И многие эту историю, ну, подавляющее большинство, пожалуй, эту историю у себя недостаточно, ну, прочувствовали и простроили. Поэтому, когда нужно рано встать, включаются вот эти с детства штуки, да, по поводу того, что вот, я буду молодцом, мне там мама с папой, там, какие-то образные мамы с папой, кого-то вы проецируете на кого-то, да, а скажут там, скажут, что ты молодец, что ты красавчик и так далее. Это вот про ранний подъем. А вечером, да, вот как-то вот, что, зачем, да, какой смысл. Никто и не похвалит, потому что спать будешь, пока будут хвалить и так далее. И тут вот реально надо понять вообще, да, что вы у себя один или одна, да, и другого варианта у вас в этой жизни не будет, да, как я говорил про лошадь, да, лошадь у вас одна, и прожить жизнь надо так, чтобы лошади хватило на всю жизнь, да, чтобы она не скурвилась где-нибудь там на половине пути, а чтобы как-то это было нормально. Вот, поэтому, поэтому, поэтому надо следить, надо следить за тем, чтобы, ну, как минимум высыпаться нормально, да, вот, в чем проблема большинства людей, которые решают начать новую жизнь и рано вставать, потому что они рано вставать начинают, а ложиться во время не начинают, да, и почему, потому что они говорят, да ладно, там, потом разберемся, я сейчас энергорублей тут заработаю, я сейчас там 500 тысяч себе энергорублей зашиву, а там потом как-нибудь мы там с этим вечером разберемся, там, я потом как-нибудь где-нибудь досплю потом там на том свете досплю, там, а что где-нибудь досплю, как-то вот в таком формате. То есть люди склонны себя задалбывать, ради там каких-то результатов, ради каких-то целей и всего остального, они говорят, я буду себя просто, я вот дайте мне плеточку еще, еще плеточкой себя буду как-нибудь, или как эти, были у каких-то, какие-то были, какое-то было течение в христианстве, какие-то там сподвижники были, вот у них были какие-то, то ли, 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 то ли у них там скорее придет к ним просветление. Вот такая стратегия. И реально многие, хоть они там не с цепями ходят, но у многих похожая история есть. Чем я себя больше задолбаю, тем вселенная скажет, ой, как он себя задолбал. Надо ему, наверное, на 100 тысяч рублей прибавить, не знаю, зарплату. А это нифига не работает. Это наоборот работает. Чем больше человек кайфует от процесса, ну нельзя кайфовать от процесса, когда вы проспали 3 часа, ну невозможно это сделать. Ну или один день, ладно, один день можно, и дальше все, дальше все это закончится. И в итоге человек начинает думать, что это за фигня такая, я стараюсь. Это как бы для мамы с папой я стараюсь. Здесь людей приучили с детства, что ты вот давай как-то, ты собой пожертвуй, да, ты вот себе там, не знаю, сделай плохо, чтобы маме с папой было хорошо. И тогда ты молодец, тогда вот тебя, мы тебя похвалим. И человек вот с этой парадигмой вырастающей, он получается так и делает. Я работаю на нелюбимой работе, но зато у меня хорошая зарплата. Или я там занимаюсь делом, которое мне не нравится, но зато у меня там соцпакеты и официальное трудоустройство. И вот какая-нибудь такая фигня начинается, да, по поводу того, что я вот здесь помучаюсь немножко, но зато у меня вот здесь будет хорошо. Вот эта идея того, что надо чем-то пожертвовать для того, чтобы было где-то хорошо. Ну я рассказывал, да, часто бывает там, я знаю, что у меня с отношениями не очень хорошо, зато у меня работа замечательная. Я знаю, что у меня работа так себе, зато у меня замечательные отношения. Вот зачем, вот идея в том, вот про Машу мироздание, где-то вот здесь же рассказывал, Наверное, стою на эфире или на пятихудожниках, не помню. По-моему, здесь. Идея того, что люди постоянно пытаются чем-то заплатить. У человека, например, все хорошо с работой, он говорит, ладно, хорошо, я понял, давай я поболею две недели, полежу, чтобы баланс Вселенной восстановился. Это дурацкая идея. Баланс не нужен, не нужна, не раздай, не ваша нога, как в этом было. Он мне здесь говорил, что он, наверное, стою. Не надо так заморачиваться. Важно просто понять, что если все в балансе, если все в равновесии у вас находятся, все в сфере жизни, тогда везде может быть хорошо. Не надо при этом говорить, что если у меня перебор, то здесь будет недобор. Но при этом, если вы осознанно-неосознанно нарушаете баланс, то если вы говорите, что мне на все сферы жизни пофигу, я буду туда идти. В итоге и там будет фигня, но фигня в большом объеме. А здесь будет всего не хватать. Поэтому вот это пресловутое колесо жизненного баланса, оно про это. Когда у вас есть во всех сферах, есть везде ровненько, раз на кружочек похож. Друзья, здоровье, личная жизнь, финансы, работа, хобби и так далее. Когда всего понемножку есть, тогда у вас такой кругляшок. Когда у вас всего нету, а, например, одна работа вот такая, то это уже не колесо, это уже палка жизненного баланса, что уже не баланс. Так, читаю комменты. Начинаю гимнастику, точно это жалость. Четверть. Почему же тогда все так усиленно пытаться делать режимы расписания? Ну, то есть просто режим у всех разный. То есть режим, когда как робот ровно в одно и то же время все делаешь, он, наверное, не всем. Но при этом все равно, то есть я как самый хаотический тип из всей соционики, я интуит и рационал. То есть у меня прям очень сложно с этим. Ну, я же как-то живу и как-то даже в марафоны пора не пойдем провожу, да? Потому что те, которые вот эти вот ребята, им и не надо на марафон, ну, как не надо? Ну, то есть для них это не такой большой вопрос, да? Они и так понимают. Да, ну, вот Андрей как раз, он сенсорик, рационал, и при этом вот на марафоне же он есть, есть, значит, значит, ему тоже надо. Ну, то есть у всех какие-то свои фишки, зачем? Ну, именно вот этот свой хаос превратить во что-то вот выстроенное, да, это, ну, больше иррационалом важно. Они более хаотичные, они больше склонны куда-то вот их мотают. Но, опять же, ну, кого-то много мотает, кого-то немного мотает, но все равно в итоге вектор должен быть один у всех. Да, один просто ровненько идет, а другой идет вот такими вот зигзагами, как корабль плывет. Да, он не плывет прямо в парусник, да, он то так, то так, то так, то так. Вот, поэтому ничего страшного в этом нет. Просто, ну, то есть, грубо говоря, там, какой его тип эсоционики, будем про психотипы говорить дальше на марафоне, кто первый раз слышит эсоциоников, там есть такая история, что, ну, то есть просто кого-то сильнее мотает, например, кто-то более хаотический, да, кто-то вот постоянно вот такой, но он все равно движется в нужное направление, как корабль. А кто-то, как моторная лодка, завел, так, бру-у-у, типа, ехал, да, в своем режиме. Ну, в общем, у этих ребят, которые скажут, что они, типа, покруче, которые, бру-у-у, да, но у них своих недостатков тоже хватает. То есть здесь нет определенного, какого-то психотипа, который прям какой-то крутой, а этот какой-то не крутой. У всех своих какие-то сильные функции. Так, Андрей, всем привет. Вы, Олег, правда рубите с самого утра, я восемь раз чихнула. Лина, ну, я стараюсь, да, стараюсь порубить с утра пораньше, чтобы нам успеть. Так, хорошо. Значит, поехали дальше. Про любовь к себе. Ну, почему люди боятся этой темы, да, потому что с детства их учили, особенно в Советском Союзе, где вообще там пионеры, которые-то, кто они там должны были, что они делали, пионеры. Ну, в общем, пионеры, это не про любовь к себе, да, пионеры это про то, чтобы с этим, с галстуком красным что-то там делать. Ну, то есть в Советском Союзе была очень сильная тема, как бы зафокусирована на, ну, вот на вот это социальный какой-то, вот, да, вот на помощь ближнему, там, помочь товарищу, там, не ставить в беде, вот эта история. Она прикольная, то есть она, несомненно, прикольная, у нас все-таки в любом случае вот за спиной вот этот опыт остался. Вот, но просто, ну, никому не интересно рассказывать про любовь к себе, да, вот в плане каких-то социальных, каких-то государственных вещей. Всем интересно рассказывать, какую пользу мы получим от тебя, как от гражданина. Да, то есть, ну, каждый, собственно, каждый эгоистически делает то, что ему интересно. Как мой один ментор говорил, говорит, у всех людей руки вот так вот сделаны, да, они не вот так вот у него сделаны, да, как у медведки там или у крота, да, они у всех вот так, все склонны вот так вот делать, да, все действуют и в своих интересах. Собственно, любой человек в обществе, государство, в том числе, как некая система, да, она тоже действует в своих интересах. Не в ваших интересах, а в своих интересах, да, или там какие-нибудь люди. Поэтому, то есть, когда интересы пересекаются, сам у нас придет, когда интересы пересекаются, да, прикольно получается. Например, там, работодатель и, там, сотрудник, например, да, Мы договорились, что, например, один тратит 8 часов своей жизни, например, что-то делает, другой, например, выдает в обмен на какую-нибудь достойную зарплату. Вот это договоренность. Каждый действует в своих интересах. Компания получает свои выгоды, человек получает свои выгоды. Все хорошо. То есть, когда два интереса соединились, да, два эгоистических интереса соединились, сразу все хорошо. А когда же кто-то говорит, а я вот буду в альтруизме в таком пребывать, ну, это тоже круто, это тоже уровень. Да, но он просто, это знаете, как прийти в первый класс и сказать, ребята, вы знаете, что вообще-то тригонометрия – это очень важный предмет, какая-нибудь там пространственная геометрия какая-нибудь, да, вот какие-нибудь там параллелепипеды и все остальное. Дети будут смотреть на вас, да, вот так вот и говорить. Это очень интересно, но я ничего не понимаю в этом. То есть, вот эта тема там про отдавание, про вот эту всю историю, про вот какой-то мир во всем мире, она важна, естественно, она важна, да. И цели эволюционируют у человека, да, от эгоистических, да, к каким-то там, ну, альтруистическим в глобальном плане, да, но все равно это какой-то эгоизм в масштабе, когда человек хочет, чтобы по его воле белые медведи там перестали вымирать, это все равно его эгоизм, это его воля того, что я вот теперь такой красавчик буду решать судьбы белых медведей. Все равно его эгоизм, он в масштабе просто выглядит уже как что-то классное, потому что он уже как бы не совсем для себя это делает. Вот, но до этой истории надо дойти, дойти. Ошибки часто бывают, когда человек говорит, я уже, я уже вот чувствую, что я готов белых медведей спасать, да, по факту, да, надо банально там, не знаю, квартиру себе купить, машину там, и, ну, как, и найти любимую работу, например, да, и только потом задумываться о белых медведях, или там до белых медведей еще не близко. То есть, ну, часто люди поднимают, потому что это очень красиво про белые медведя. Купить себе Мерседес, это некрасиво, это эгоистично, это люди будут осуждать, люди будут завидовать, что ты еще там делаешь, да, а вот белых медведей спасать, это прямо вот достойно. И часто люди, переживая по поводу того, что их же в детстве учили, что не надо быть эгоистом, не надо быть таким каким-то, не думать только о себе, надо вот про других, для других, все как пионеры, то человек сразу как пытается перепрыгнуть в этот этап, когда он свои потребности закрыл, и сразу идти белых медведей спасать. И в итоге белые медведи страдают, потому что никто не спасает их, потому что человек на своем уровне не сможет этого сделать адекватно, да, потому что хотя бы у него нет достаточных ресурсов, да, в плане масштаба материального, чтобы этим заняться. И в итоге и себе не помогает, потому что ему неудобно. Вот, поэтому надо взять и начать с себя, да, вот не переставить, вещи, они банальные просто, да, как я не знаю что, да, как сказать, что надо там умываться по утрам, или надо высыпаться регулярно, или там курить вредно, например, или что-то еще. А кто-то сидит и говорит, да, 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 я понимаю. Вот, поэтому, ну, здесь реально между знанием и пониманием, да, есть огромная пропасть, да, если, то есть, как я говорил, да, то есть истина – это секрет, которым невозможно поделиться. То есть есть возможность просто что-то озвучить, и человек через какое-то время, да, до него потихоньку начинает доходить то, что там он слышал пять лет назад. То есть это нормальная совершенно история, потому что у нас… То есть люди как думают, я сейчас тебе расскажу секрет, человек услышал секрет и говорит, ну, все, я всю жизнь свою поменяю теперь, я теперь все понял. А по факту это просто некие семена, которые там человек посадил и ходит, их поливает, и смотрит, там, через пять лет там что-то вырастет. Вот в таком формате. Вот, поэтому начни с себя, да, ну, банальная фраза, начни с себя. Куча вот этих аналогий, да, по поводу, как в самолете, да, наденьте сначала кислородную маску на себя, потом на ребенка, да, то есть в таких вещах это проявляется, когда, то есть в каких-то критических вещах понятно, что, то есть ты можешь помочь другим тогда, когда ты, ну, когда тебе нормально, да, то есть не нужно здесь героизм и жертвенности, да, надо не ребенку одевать маску, да, спасая его, да, потому что в итоге вы и ему нифига не успеете надеть, и он вам не поможет, если там вы вырубитесь раньше, да, поэтому вы берете сначала, заботитесь о себе, так, окей, я разобрался с собой, у меня есть там все руки, ноги, голова, у меня ничего не болит, я способен дальше действовать, да, и дальше вот после, если это что-то как очевидная история, да, а не все ее понимают, ну, вот банально, а представьте, что у вас болит голова, например, и вы там не можете там, не знаю, нормально действовать, ну, вы можете быть полезны кому-то прямо нормально, да, конечно, не можете, потому что, ну, куда вы с больной головой там, ну, будете, конечно, пытаться улыбаться там вяло, как-то еще что-то, ну, вам что, вам нужно пойти просто полежать, или там не болит голова, болеете там, например, чем-то, да, Ну вот взять вот так вот, пойти кому-то, героически идти там, утирая сопли, там что-то делать, ну возьмите, выздоровите, придите в себя нормально, да, и потом, когда вы здоровы, когда у вас энергии дофига, да, вы идете и помогаете другим, вы раздаете эту энергию другим, да, когда он у вас есть. А люди как часто живут, они говорят, вот, я вот сначала детей пойду, как-то там позабочусь о детях, да, а потом только я когда-нибудь, а потом придет муж там домой, например, если женщина, да, и жена, и потом надо мужу, а мужу позаботься, а потом начался новый день, случился, и снова дети проснулись, и вот так вот это вот по кругу вся история идет. Все люди про себя забывают, и в итоге, ладно бы, если бы они сами выстрадали бы, вроде как, ладно, сам дурак, сам страдает, еще и его домашнее бы от этого страдает в том числе. Вот пример, я Ирину, вот они на дачу уехали, я ее вчера в баню выпинывал, просто говорю, иди в баню, говорю, я сам, то есть у меня было самому неделю назад фигово, прям реально фигово, чувствую, просто пипец. Поэтому все, у меня творческое свидание, кто знает, я в баню уйду, буду там сидеть. Ушел один, никого не стал брать, сидел просто один, просто я парился, сидел просто медитировал вот так вот там на лавочке. Все, полтора часа я в ресурс вернулся. А тут вижу, он же уже ходит там, вчера уже такая тоже замученная, говорю, сходи в баню, говорю, так же. А к Данее надо уже ехать, что мы на дачу приедем вечером. И вот начинается, я, что дети там будут, говорю, сходи в баню, иди в баню, говорю. То есть в итоге сходил, все нормально. То есть вот начинать с себя, это реально, как бы это некомфортно, потому что у тебя сразу, да, дети, муж или там жена, или что-то еще, родители, мама, папа, вот эта вся история. Вот, ребята, стопе, да, вот возьмите сначала, сходите в баню, да, сами, да, себя, вам хорошо станет, после этого вы не будете там рычать на своих домашних, вы не будете там как-то на кого-то срываться, там, там, ходить, или героически жертвовать собой ради того, чтобы детям было хорошо. Вот вся вот эта фигня, вот она сразу сдувает, как ветром, потому что просто начали с себя. Вы погуляли, вы сходили в баню, вы сходили, не знаю, в ресторан куда-нибудь, вы почитали книжечку, вы занялись эгоистично собой, и после этого вам стало хорошо, и всем стало хорошо после этого. То есть вот это простая вещь, начни с себя называется, да, но люди, сейчас, ну, настолько вот они воспитаны, настолько неправильно воспитаны, то есть, в одном плане, если какие-нибудь, вот есть какие-нибудь там такие люди, которые пытаются быть хорошими, да, которые хорошо воспитывали, которые слушались маму, папу в детстве, да, вот их сложнее. А есть какие-то там конченые негодяи, которые там, да, на все забили, да, им легче, да, но у конченых негодяев свои проблемы, да, им надо какие-то другие вещи разруливать. Но тех, которые хорошо слушали маму и папу, там, теперь нужно как бы научиться себя любить. Если мама и папа не научили этой истории, они научили не потому, что они решили скрыть этот секретный секрет, они сами себя нифига не любили, не умели себе заботиться. То есть эта история такая, что полезно рассматривать, тоже про род будем говорить, про маму и папу дальше на марафоне, то есть как бы есть какое-то знание, которое есть у рода, да, вот поэтому, то есть важно рассматривать человека не как одного человека, да, а как систему вот этих вот, ну, в роду, там, дедушка-бабушка, мама-папа, там, сын-дочь, да, там, какие-то их дети, и вот это пошел-пошел процесс. И это как семейная линия такая, то есть важно рассматривать всех людей не как себя отдельно, а как вот эту родовую линию, которая идет, где вы сейчас там из людей, которые там, да, воплощены там и там и живы на данный момент, она вот сейчас вот присутствует. Вот, вот тогда вы понимаете, что, а вы здесь не один, вы несете на себе вот этот вот там, ну, крест, грубо говоря, да, того, что ваш род там разрулил и не разрулил, и все ништяки тоже несете. То есть если, например, ваши родители вас научили любить себя, да, то вы уже, умея это делать, вы уже решаете какие-то другие проблемы. Своим детям, например, передаете это знание, и они уже дальше там на другом уровне, вы их как бы подсаживаете выше, да, они на другом уровне решают какие-то другие задачи. Если, например, не разрулили ваши родители какую-то историю, ваша очередь теперь разрулилась. Если вы не разрулите, ваши дети будут разруливать и так далее. То есть идет такая как бы, вот если помните, в школе такая был бег такой с этим, передавали тут такую палочку там, как называется, не помню. Ну, в общем, это эстафета, эстафета. Вот передали эстафету, вот что там есть в этой палочке, да, вот хорошего и плохого, вы все это несете. И пока несете, вы эту палочку как-то успеваете улучшить, да, или ухудшить, да, и дальше передаете своим детям, и они побежали с этой палочкой. Вот так вот эта история построена. Вот, поэтому, ну, я рассказывал, да, что часто, ну, например, да, если у родителей, например, там, то есть родители в разводе, к примеру, да, то детям сложнее выстроить личные отношения, потому что, как бы, у них нет опыта правил выстроить отношения у родителей, да, то есть им приходится, как бы, изобретать этот велосипед заново, да, у себя. У родителей, у которых были гармоничные отношения, например, да, то детям легче на автомате построить, то есть это то, что я вчера говорил про неосознанное знание, неосознанное незнание, да, то есть, как бы, человек на автомате просто он знает, ну, да, там, как-то в семье, короче, надо вот так вот делать. Я не изучал ничего, но как там происходит это? И он на автомате как-то это выстраивает, у него все получается, ну, как правило. Вот, я по своей статистике знаю, что если у человека какие-то проблемочные жизни, да, у родителей там тоже было не все гладко. Но бывает, естественно, когда человек, как бы, когда человек, например, из этого делает какой-то вот такой level up и делает у себя круче, то тогда, ну, он красавчик. Если он вдруг умудрился сделать у себя хуже, ну, такое тоже бывает, ну, как бы, ну, вернитесь к этой истории, да, и разрулите все правильно. Так, Ирина, получается, что для проявления любви к себе надо приложить волевые усилия, сказать стоп и прекратить работу или удовольствие вовремя. Для проявления любви к себе надо приложить волевые усилия. Ну, да, да, ну, вот пример, как бы, то есть, даже иной раз вот приходится над близким приложить волевые усилия, если ты видишь, что он, ну, пытается как-то жертвовать собой, то есть, вот, в баню отправить и что-то сделать. то есть часто реально любовь к себе, это в левом усилии сказать, так, подожди, вот мы сейчас с тобой сидим, сейчас вот мы если будем продолжать тупить в соцсетях, мы с тобой ляжем не в двадцать, не в двадцать три, например, да, а в час ночи, да, то есть я понимаю, что мне как бы это прикольно, конечно, да, мы там сидим и с моей лошадью развлекаемся, и нам весело там, и картинки листаем, но я понимаю, что значит завтра я встану там с тяжелой головой, или встану поздно, у меня будет потерянный какой-то день, я буду в итоге грустный, да, потому что я не достигну своих целей в течение дня, и в итоге как бы, то есть, ну здесь как бы из двух зол мы выбираем, то есть с одной стороны я получу удовольствие, естественно, когда я буду листать в соцсети, но гораздо больше удовольствия получу, если завтра я буду весь день заряженный, поэтому просто выбираем из двух вариантов, да, и понимаем, что мне важнее завтра встать рано, сделать кучу дел в течение дня, быть классным, заряженным, быть там на энергии всех, заряжать своей энергией и так далее, это на одной чаше весов, а на другой чаше весов в какой-нибудь там новой серии сериальчика какого-то, да, и там, и какая-нибудь там жареная курица в 23 часа 30 минут. Просто вот взвешивайте вот эти вещи у себя и смотрите, что вам важнее. То есть часто в жизни реально вся история про выбор, да, то есть вы выбираете у себя, что вам важнее. То есть это как бы и любовь к себе, типа и там, и там. Ну тут любовь к себе, например, в виде того, что я же могу наконец-то с друзьями пивка попить в 22 часа, там, 23 часа. Ну, можешь в принципе, да, но выбирай-то, ну завтра-то ты понимаешь, что ты будешь уже не таким бодрым там заряжен, да, что тебе важнее выбирай, то есть какая-либо в себе тебе важнее. Вот, здесь реально, то есть, ну это история про масштаб осознанности. То есть если вы как бы не мыслите дальше, например, собственного там, не знаю, не мыслите дальше двух часов своей жизни вперед, да, тогда, да, тогда пиво логично и курица жареная логично. Если вы мыслите в масштабе, например, завтрашнего дня, да, то вы говорите, так, окей, я понимаю, что сейчас классно, но завтра будет не классно. Если вы мыслите в масштабе, например, года, да, вы там делаете какие-то вещи, То есть, история про масштаб. Чем шире ваш масштаб мышления, чем дальше вы смотрите вперед, тем вы более осознанны, тем ваша любовь к себе проявляется на больших каких-то результатах. Чем менее осознанна, тем же любовь к себе может быть банально, я просто буду спать дальше, вот моя любовь к себе. Ну окей, молодец. То есть, любовь к себе и там, и там, важно как-то взращивать ее, чтобы это была эволюция любви к себе. Так, это касательно... Касательно начать с себя. Простая вещь, начни с себя. Все знают, я же не буду задавать этот вопрос, какой главный человек в вашей жизни, хотя я говорю, кто не в теме, я сейчас спрашиваю, они говорят, жена, или там, дети, или что-то еще. Это не очень крутая история, потому что, если в вашей жизни... Дети это реально важно. Естественно, понимаешь, что дети это офигеть, как важно. Но если мы начнем не с себя, а с детей, то в итоге тогда и дети не скажут вам спасибо в итоге, да, за эту историю. И... И вам будет не очень круто, да, потому что вы в итоге... То есть, вот часто какая... Смотрите, наблюдайте. В отношениях часто человек говорит, я на него потратила 10 лет своей жизни, а он такой негодяй там, да, или я там ему, или она мне там что-то еще, да. В чем идея? То есть, я жертвовал собой тут сколько лет, да, я ему, типа, отдавал, да, то, что у меня не было, по сути, отдавал, да, а он такой гад не оценил. Не надо делать что-то в ожидании благодарности, да. То есть, есть такая штука, что если вы действуете в ожидании... Если вы делаете что-то плохо человеку, не сомневайтесь, что он вам, скорее всего, вернет ваше плохо, да, он вам отомстит. Если же вы делаете человеку хорошо, не ожидайте, что он из благодарности будет вам что-то делать в ответ. То есть, вот эта вот история, я буду, типа, жертвовать собой, мне тоже будет плохо, как и ему, но я буду жертвовать собой в ожидании того, что он будет тоже жертвовать собой в ответ. А он не хочет жертвовать собой, он себя любит, например. Вам не повезло, он себя любит, а вы нет, например, да. Ну, вот дурацкая модель отношений получается. Поэтому реально не бойтесь быть каким-то, ну, более эгоистичным. И когда вы себя наполнили, да, ну, реально здесь, ну, наверное, это какая-то аномалия. То, чего люди боятся, вот при слове «эгоист», это какая-то, ну, аномалия, когда человек, наполнив себя, продолжает наполнять себя, как бы, и, ну, ну, не знаю, как-то у него, например, там жена и дети ходят, там, и гендиатрис, например, вареный, да, там, с голодухи, а он себе купил, там, третий Мерседес и как-то еще. Ну, это какая-то, ну, психическая патология, там, кое-то, не знаю, какие-то единицы, там, ну, то есть это ненормально. Обычно, то есть, когда человеку хорошо становится, он автоматически делает, чтобы было хорошо его окружение. Это нормальная история, то есть это автоматически. И наоборот, если человеку фигово, то он делает, ну, как бы, он не делает фигово, ну, как бы, ну, пример такой, если я, например, сплю на полу, например, да, вот, потому что я так решил, да, то у меня вся семья будет спать на полу тоже, да, потому что, ну, я считаю, что это нормально. Или если я считаю, что не надо заморачиваться, и можно пить воду из-под крана и не кипятить ее, ну, у меня вся семья будет пить воду из-под крана и не кипятить, потому что же, каков поп, таков и приход, да, То есть каждый плюс-минус. Если я не понимаю в этом ценности, то я и не донесу до своих ближних этой ценности, и мы все вместе будем на этом низком уровне стандартов по качеству воды, например, существовать. Если же я понимаю, так, ребят, подождите, подождите. В воде из-под крана там есть хлор, фтор там. Никто не знает, зачем там фтор. Фтор — это отдельная история, зачем там фтор в воде. Воду фторируют в Москве. То есть фторирование воды. Если вам интересно, я вам расскажу, зачем их фторируют. Но это отдельная тема. Я не верю, зачем их фторируют. Ну, куча фигни всякой. Так, ребят, подождите, давайте мы не будем пить воду из-под крана, мы будем теперь вместе пить нормальную воду. Мы купим, не знаю, какой-нибудь фильтр хороший, или мы будем заказывать воду, да, и так далее. У нас вода была хорошая в семье. И автоматически, то есть как бы вы любовь к себе подняли, ну, стандарт, да, по воде, например, да, у вас вся семья пьет хорошую воду. Нет такого, что вы будете друзья, я буду пить, я буду пить архыс, например, из ПЭТа, да, вы будете пить воду из-под крана. Извините, да, ребят, но вот так вот, да, у нас там иерархия в семье такая. Ну, не бывает же так, правда? Вот, поэтому поэтому вот такая фигня. Почему ради детей легче встать, чем ради себя, Ирин? Я не знаю. Смотри, вот ты озвучиваешь, да, ты озвучиваешь какое-то некое убеждение, да, то есть про убеждение тоже, может быть, попробуем поговорить, но я как-то не проводил эфирную эту тему, но, может быть, будем проводить на этом марафоне. Вот смотри, ради детей легче встать, чем ради себя. Ну, то есть является ли вот это, ну, как бы, убеждение тобой озвучено, является ли это истиной, да, или это просто твое убеждение? Вот я, например, в моей реальности ради детей легче встать, да, ну, блин, я не буду стоять ради детей. А зачем? Ну, пусть они сами встают, там, не знаю, включат себе мультики, посмотрят, там, что-то. Зачем, наверное, не вставай? Я ради себя встаю. У меня ради себя гораздо легче встать, чем ради детей. А видишь, а ты озвучиваешь какую-то историю, тебе, что-то ради детей легче встать. Ну, то есть ради детей... Дети просто не дадут спать, вот, наверное, вот так вот будем говорить, Дети придут, будут вас будить и говорить, мама, пойдем куда-нибудь, я хочу кушать, включи мне мультики, да, вот эта вся история. То есть ради детей невозможно продолжить спать, скорее, потому что они просто не дадут это сделать. Но то, что ради детей легче встать, я бы так не сказал. Ради себя классно встать, потому что ради себя вставать кайф, реально, ты просыпаешься, есть целый час тишины, а реально человеку очень важна тишина. Вот реально все развитие человека происходит в тишине, вся эволюция его, выводы какие-то в жизни делать в тишине наедине с собой. А когда ради детей, ну, снова эта свистопляска с детьми там носится, да, не знаю, но я вот не соглашусь с утверждением, что ради детей легче встать, чем ради себя. Мне вот ради себя легче встать, чем ради детей. Поэтому подумай, да, почему у тебя вот эта история есть, да, то есть это именно какая-то твоя история. Наверняка не только твоя, да, но и других людей. Но я не согласен с тем, что легче встать. Ну, легче встать может быть, если действительно у тебя вот эта история такая, что надо пояснить зачем. Дела родных обязательны, если они попросили свои, все необязательны. Но это как-то проливо в себе. То есть если ты делаешь так, что твои дела обязательны, потому что ты у себя одна, да, и у тебя самый главный человек в твоей жизни – это ты, то сразу тебя хоба и переворачиваются приоритеты. Говоришь, так, ребят, подождите, я сейчас с собой разберусь, мне сейчас будет нормально с собой, и тогда вам будет тоже хорошо. Вот смотрите, я сейчас уйду на час, я приду, смотрите, какой я прикольный стал. Видите, мне хорошо стало. А теперь давайте с вами разбираться. Вот, поэтому, ну, то есть если ты понимаешь приоритет, да, что если мои дела, как бы, мои дела даже более обязательные, потому что если мне с собой стало хорошо, у меня появилась энергия, которую я могу давать детям. И тогда детям стало хорошо. А когда, получается, если ты свои дела, ну, как история про баню, как бы, если ты, типа, в баню не идешь, потому что свои дела необязательные, да, то появляется такая фигня, когда ты ходишь в итоге, да, уставший уже, там, какой-то, уставшая, там, какая-то грустная, там, думаешь, нафиг мне все эти дети вообще, нафиг мне вся эта штука. Ну, начни с себя, реально. Вот, поэтому вот эта история тоже, вот, дела родных обязательные, а свои все необязательные. Это тоже твое убеждение, да, ну, и рекомендую переписать, сказать, дела мои. Мои дела такие же обязательные, как дела родных. Или даже мои дела более обязательные, чем дела родных, потому что я начинаю с себя, и если я делаю свои обязательные дела, то родным автоматически будет со мной хорошо, даже если я буду делать что-то сама. Потому что им просто чувствовать будет твое состояние. Поэтому тоже, Ирин, прям рекомендую, ну, вот, озвученные тобой вот эти штуки, ради телек чиста, чем ради себя. То есть, ты задавая вопрос, ты озвучишь свое убеждение, которое у тебя есть. Реально, это просто твое убеждение. То есть, это не универсальный закон. А, Светлана, в дороге сегодня устроили себе выходной, как провели любви к себе. Поехали за Ногинск. Наверное, уже в записи послушать. Уже раньше была моя тема, что сначала все детям себе по старшим принципам. Но однажды, когда они заболели, я, вылечив их, заболела тоже, поняла, что много отдала ресурсов. Мне тоже уже никто не может помочь, разрядилась. Потом все пересмотрела, потихоньку встала менять. В самолете тоже всегда напоминаю. Сначала словно на Москве, а потом детям. Да, то есть, история такая, что люди пытаются отдать то, чего у них нет. Это очень дурацкое занятие. То есть, у меня, например, то есть, если я себя наполняю как бы там любовью, вниманием, спокойствием каким-то, да, то тогда у меня есть. Я нахожусь в состоянии, когда у меня есть. И в состоянии, что у меня есть, я могу давать что-то. Когда у меня нет, когда у меня нет спокойствия, говорю, типа, успокойся, да, успокойся, я сказал, да, вот как-то такая вот тема. Ну, блин, вы, знаешь, сами успокойтесь. Тогда будет люди с вами спокойны, да. Когда вы пытаетесь дать то, чего у вас нет, то появляется получается дурацкое занятие. То есть, есть, конечно, изощренные методы того, что у вас что-то нет, но вы взяли у себя, смотрите, что происходит. Вы берете себя в кредит. Вы говорите, так, смотри, да, да, у нас нет сил с тобой сегодня помогать детям, потому что дети, там, дети нас задолбали, например, да, но мы, у нас сил нет, но нам, так как читаем, да, но дела же детей обязательны, она же не обязательна. Поэтому давай, дорогой я, мы у тебя, мы у нас с тобой возьмем кредит из завтрашнего дня, да, мы как-нибудь там подтянем его сегодня, напряжемся еще больше и что-нибудь сделаем для детей. А завтра мы возьмем кредит из послезавтра, да, и вот так постоянно. А потом в какой-то момент человек понимает, нафиг мне эти дети вообще, нафиг мне эта семья. В какой-то момент человек понимает, да пошли вы все нафиг вообще, да, вы меня не цените, да. История, вас никто не будет ценить, пока вы сами себя не начнете любить. То есть если тему каких-то счастливых отношений в двух словах в моем понимании описать, полюбите себя, потом полюбите другого человека, и тогда он вас полюбит. Если же вы не любите себя и ждете, что вас полюбит другой человек, то вас ждет разочарование, потому что вас никто не полюбит. Начните с себя. Кроме вас никто не полюбит себя. Вот если вы себя полюбите, вы себя примете таким, как вы есть, вот тогда вас полюбят люди вокруг. А люди ждут, что их сначала... Вот сначала пусть он меня полюбит, или она, а потом уже я соглашусь, но, да, действительно, если меня можно полюбить, тогда я сам полюблю. Полюбите себя первый или первым. Так, что у нас еще есть? О, смотри, кто-то еще вписался. Да, смотрите, у нас я все никак не... Я, наверное, все руки не дойдут у меня там перевести все чаты, все остальное. А, наверное, у нас еще бесплатная неделя, как бы она вчера истекла у нас, да, но я думаю, что еще завтра у нас будет эфир, завтра я про веб-группу расскажу завтра в 8 часов, но, как бы, там просто все темы, они все интересные, поэтому в любом случае, даже если на веб-группу не идете, все равно приходите, я там порассказываю, что-то у нас будет. Вот, и, наверное, наверное, тестовая неделя, которая затянулась, наверное, завтра я уже после эфира по веб-группе, я уже буду ну, уже буду эту историю завершать. Поэтому, кто не вписался еще, да, собирайтесь. У нас, как правило, да, рационалы все сразу озвучили. Ребята, там все, вот там, вот туда идем, вот там вариант участия, все проплатили. Потом вторая волна, которые там иррационалы такие, вчера подтянулись, опа, там, типа, ой, уже кончается. А сейчас самый адский иррационал, сейчас будет третья волна, ты скажешь, блин, что, все уже, уже надо, это уже надо. Что, надо там, что-то куда-то там, что-то оплачивать. То есть, приходят люди, которые говорят, я вам три рассылки отправил, они говорят, что-то, 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 уже пора, да, в таком формате. Вот, поэтому, то есть, завтра после эфира, ну, я уже бота запущу, который будет ходить и уже смотреть, кто там, кто вписался, кто не вписался. Потом постарайтесь. Кто еще собирается, вот, кто там, у кого там рак на горе свистнет, там, седьмой раз, вот он уже свистнул, да, уже у нас тестовая неделя, как бы вчера завершилась, да, поэтому надо потихоньку так уже, если вы продолжаете дальше идти, дальше уже потихоньку переходить. Ссылка есть, я все вчера показывал, во вчерашнем эфире эта история есть. Ну, по сути, уведомление приходит от сообщества, там все есть, там все ссылки, все работает, там отдельная ссылка есть, там на базовый тариф, там все можно вписаться, все можно, все можно сделать. Поэтому, ну, не дожидайтесь, когда придет бот, и у вас уже, ну, как участника тестовой недели, у вас выведет сверка. Так, это, значит, по участию. Завтра будет, значит, еще раз, да, про варианты участия. У нас сегодня будет эфир по пути художников, 12 часов. Кто на первом марафоне по пути художников, жду вас 12 часов завтра, да, здесь многие есть, поэтому буду рад вас там видеть. Если кто-то, кому-то интересна тема пути художника, да, то вписывайтесь в, то есть у нас есть вариант, да, вот этот, который за 1000 рублей участие, вы, получается, вписываетесь до конца марафона, да, и вы вписываетесь в трехмесячный второй марафон пути художника. Если вы в него впишетесь, как бонус, я вас приглашу на эфир 12 часов сегодня. У нас там отдельный чатик, если вы в него попадаете после оплаты на пути художника второй. А там, ну, как бы, чтобы люди не скучали, потому что до сентября еще долго, да, я их в группу сейчас не пускаю, но там на некоторые эфиры там походите, посмотреть можно, потому что реально тема интересная. Вот, поэтому ну и по веб-группе, да, я расскажу, я расскажу завтра уже более подробно, потому что у нас там небольшая компания, то есть смотрите, у нас будет 9-го, это завтра, да, да, завтра мы будем делиться на десятки, я пост размещу, кто был на прошлых марафонах знает, то есть мы, то есть собираем десятки, кто-то будет десятником, кто-то скажет, я, например, собираю десятку людей, которые там любят тему вегетарианства, например, все говорят, о, я к тебе, я к тебе, я к тебе, и у нас такая тусовка вегетарианства собирается, а здесь кто-то скажет, я, например, там, из якутского часового пояса, да, как Андрей, например, да, и у нас в них собирается якутский часовый пояс, и они там пишут доброе утро все вместе, да, в свой 21 час по Москве, да, вот, и то есть у всех как бы тематические такие тусовки, да, то есть вы можете либо влиться в какую-то тусовку, да, либо возглавить какую-то тусовку и назвать, у меня будет тусовка там вот об этом, например, да, и тем самым вы как бы собираетесь компанию, которая будет вас в этом поддерживать. Вот кто-то вписал, спасибо, да, вижу, кто-то вписал. Компания, которая будет вас поддерживать в той тематике, которая вам актуальна. Например, кто-то по спорту, например, пишет и скажет, я хочу, например, по утрам бегать, бегать, там, делать пробежку в приложении, там, отчитываться, например, да, будет вот это. Или давайте я хочу, например, там, по шагам в Samsung Healthy, например, да, возьму эту историю, сделаю, будем в своем соревновании делать, там, уже друзей добавлять и так далее. Там, давайте кто-то у нас, кружок, там, книжки читать. Я буду отчитываться каждое утро, что я прочитал 30 страниц такой-то книжки, будем книжки обсуждать какие-то. То есть собираете себе компанию, да, кружок по интересам такой, да, и в нем вы пишете «Доброе утро» в своей группе, там, созвонитесь в Zoom вот так же, да, там, общаетесь. То есть, ну, вот в таком формате. То есть, как бы у вас добавляются новые люди, потому что здесь, да, когда мы в большой группе, да, мы, ну, сейчас-то не можем как-то общаться в формате диалога, но, как правило, здесь есть какая-то четкая тема, которую я озвучиваю, которую я рассказываю. В формате десятки у вас больше такой, ну, формат диалога, вы реально здесь можете новых друзей себе найти, людей, которые… Ну, а здесь часто вот многие говорят, вот многие уже давно в марафонах там, из марафона в марафон приходят, потому что, потому что здесь реально, то есть, как бы, почему здесь кажутся все прикольными, потому что здесь тусовка про развитие. То есть, если вы хотите себе найти каких-то друзей, например, где-то там в городе у себя, да, то пойдите в какое-то направление, да, которое сильно фильтрует людей по интересам. То есть, грубо говоря, если вы любите какую-нибудь там, там, какую-нибудь музыку какую-то, да, то если вы пойдете на концерт, например, каких-нибудь там, не знаю, рокеров там или каких-нибудь там народных, там, русских народных танцев, вас там будут люди, ну, вам будут люди там интересные, потому что они уже фильтрованы по интересам, то есть там отобраны только те, которые вам нравятся, да, потому что они все будут прикольные. Вот, я помню, я не раз такие вещи замечал, вот я помню, когда-то давно мы с Ириной ходили к коллеге Геннадьевичу Тарсунову на лекции году в 11-м, наверное, по-моему, ранние подъемы где-то вот всех времен начались, потому что там у них эта тема тоже там продвинута. И я удивился, огромный зал там на тысячу человек, и они все прикольные, прям вот я вот смотрю на них всех, с ними хочется общаться, огромная толпа народу, только что в метро ехали какие-то унылые лица, да, которые там, с ними не хочется общаться, и тут ты попадаешь в толпу людей, с ними всеми хочется просто стоять и разговаривать, с каждым из тысячи человек, это настолько было удивительно, первый раз эту историю себе, вот 10 лет назад почти открыл, и вот так и здесь, здесь люди фильтрованы по тематике саморазвития, да, то есть они все куда-то хотят, то есть ранние подъемы как бы бомжи на марафоны по ранним подъемам не ходят, да,と есть как бы у них задача там пожрать, найти там, да, там что-то еще сделать, там, то есть как, не знаю, про какой-нибудь, не знаю, ну, понимаете, да, о чем речь, то есть ранние подъемы это такая история, даже, если я там создам какой-нибудь там марафон на тему зарабатывания денег, придет намного больше людей, потому что это актуальная тема-то, там, как заработать денег, и все, мы хотим там прийти, и пришла толпа людей, да, они все ходят на одну и ту же историю. Если мы хотим, если вы хотите понять, что так, окей, ладно, с деньгами нормально, да, я понимаю, что это не все, что есть, да, я понимаю, что есть какая-то еще история, как бы я хочу в целом развиваться, да, это не только про деньги, да, как вы понимаете, это в целом, это личностный рост, это как бы стать счастливее, стать там, ну, прожить более яркую жизнь, там, полнее реализовать свой потенциал, вот когда такие вещи начат в голове звучать, вы уже в теме саморазвития, не в теме там тупо там нарубить бабла какого-то, хотя, как бы, когда, пока вы, по мере этого, как вы развиваетесь, естественно, автоматически растет ваш уровень дохода там и любовь к вашей деятельности, например, да, эти все вещи естественно связаны, потому что саморазвитие, это гармоничное развитие во всех сферах, и там здоровье, личные отношения, там, и деньги и так далее, но, как бы, вы уже не так завязаны на деньги, и вам, например, вы уже не готовы, например, за какие-то большие деньги заниматься полной фигней, если вас заставят, то есть есть разные, как бы, люди разного возраста, а именно есть какой-то психологический возраст, так называемый, да, то есть внешне, да, люди примерно можно понять, сколько человеку лет, но внутри мы никогда не понимаем, вот, например, люди ходят, да, и вот он, например, ест конфетку, он поел конфетку, раз, и бросил конфетку на асфальт, и дальше пошел, да, он знает, что придет дядя-дворник и уберет за ним эту его какашку, которую у него осталось, он понимает, что он как, ну, вот у меня дети, да, вот, вот, они уехали на дачу, вот здесь вот все валяется, какие-то вот здесь валяются, какие-то вот они сняли вот с какого-то этого, с какого-то кота вот какую-то кофточку, вот она валяется. То есть они, ну, дома бардак какой-то, да, вот из-за этого. Потому что это дети, да, они знают, что придет мама с папой и уберут за ними их вот эти все косяки. Вот когда взрослый человек идет и вот так идет, знает, что идет мама с папой где-то, где-то живет мама с папой, папа Путин, мама там Россия какая-нибудь, и мама с папой, да, как-то уберут за ним вот эти все вот эти какашки, которые он идет и просто вот там мусорит, что-то делает, он маленький, да, то есть ему там может быть там 50 лет или 70 лет, а он маленький, потому что он так и не понял по масштабу, что возьми ты, ну, просто не мусори, например. Моя тема с мусором. Ну, то есть, или там, не знаю, например, человек говорит, вот, там какой-нибудь, не знаю, Путин вор, там, простите меня, пожалуйста, чтобы ФСБ будет слушать, пожалуйста, в зуме выдайте мне эту запись. Я на самом деле так не считаю. Путин вор, там, все, он ворует, типа, на работе, типа, а давай я тебе откат заплатить? Ну, давай, конечно, откат мне нормальный. Но Путин вор, слушай, ты че только что сделал? Ну, я-то, это ж у меня, это же, вот эта история, да, библейская. У соседа соринкуешь, у себя бревна не, у тебя вот откаты тут везде там, да, например, по работе, там, где-то откатываются, перекатываются. Но Путин вор обязательно, да, или, например, я пойду, ну, я-то пойду там где-нибудь, там, ментам там где-нибудь, там, тыщенку суну, да, но у нас коррупция в стране, кругом коррупция. Слушай, ты только что участвовал в коррупции. Не-не-не, ну это у меня-то, у меня-то мое бревно, ты не трогай, да, я вот, вот соринки же у них там везде. То есть посмотри, начните с себя, да, ну реально будьте более каким-то, не знаю, взрослым человеком и когда вы, и собственно, вот сюда подбираются люди, которые уже как бы, ну они как бы level up у них, да, они уже как бы, ну им уже важнее вот эти вещи все становятся, потому что, то есть вам уже просто говорят, если вам скажут, там, я буду носить там кусок дерьма на подносе, да, и за это вам будут платить деньги целый день, да, вы скажете, слушай, ну то есть, как-то, блин, мне неинтересно, а кто-то скажет, так, а сколько будет платить? То есть уже как-то, то есть вот, вот, то есть есть человек-подросток, который, ему пофигу чем заниматься, да, человек-подросток, может и в 50 лет человеком-подростком остаться, да, ему пофигу чем заниматься абсолютно, да, ему главное, чтобы платили деньги, да, и чем больше, тем лучше. Любой фигню абсолютно. Вот он потерпит, он потерпит 8 часов, но потом ему денежку отдадут. Да, вот вот такая вот история. А как бы, так, мне бы хотелось, чтобы я не просто там получал деньги, а я бы еще а делал что-нибудь там, не знаю, для себя прикольное, чтобы я при этом был счастлив, реализовывал свой потенциал, а в идеале бы еще и для мира прикольный был, чтобы моя деятельность как бы оставляла какой-то позитивный след, например, во Вселенной, да, то есть это уже как бы, ну, как бы некий показатель развития человека, да, и то есть может оказаться человек в возрасте 18 лет старше, чем человек в возрасте 40 лет, например, да, потому что, но внешне этого не видно, потому что это там, вот такого возраста, это вот такого, но внутренне, то есть люди дорастают там до какого-то роста там, не знаю, в свои, там, 20, там, 18-20 лет, там, или 17, сколько они растут, не помню. А потом уже не видно, насколько он уверен. Да, ну, при этом один может быть вот таким, а другой может быть вот таким. Да, но внешне они все одинаковые, там, в бане все, там, головоногие руки, там, у всех одно и то же все. Вот, поэтому важно вот это понимать, что, и, соответственно, это я начал про десятки, что в десятках, да, ну, в целом, в целом, на марафоне есть люди, которые, как бы, ну, хотят стать лучше именно вот в плане саморазвития, не поэтому. Поэтому здесь на марафоне говорят, блин, так прикольно, такая, там, такой классный чатик, такая крутая тусовка. Почему? Потому что, как бы, вы все здесь похожи друг на друга, потому что у вас всех общие ценности в плане, там, развития, в плане, там, какого-то, вот, стать лучше, стать, там, как-то, вот, вот эта вся история. Поэтому здесь все такие интересные. То есть это не случайность, потому что в чате, там, попали все вот такие интересные люди. И в десятки, когда вы со всеми перезнакомитесь, когда вот мы завтра будем делиться, да, ну, реально это интересно, потому что, потому что вы все тут похожи. И вот это, когда вы с похожими людьми общаетесь, вы, как бы, у себя, вы делитесь своими фишками, которые у него не достроены, и получаете от него его фишки, которые у вас не достроены, вы тем самым взаимно обогащаете себя. Реально, тоже прикольно. Елизавета, ко мне на концерт приходите. Елизавета, очень крутой клип. Я прям кайфанул вчера. Прям профессионально все так сделано вообще. Так, что там? Андрей проснулся с нестойной ноги. Ох, уж эта нога не грусти. Ну, в общем, нормально все. Елизавета, есть технологии. До завтра будем говорить. Приходи. Про управление эмоциями. То есть можно сделать так, чтобы, проснувшись с нестойной ноги, все-таки ногу на место себе поставить в этот день. То есть есть фишки. То есть проснуться нестойной ноги это не значит, что на улице 30 градусов мы что-то с этим сделать не можем. Проснуться нестойной ноги это просто штука, с которой можно управлять. Завтра об этом буду говорить. Управление эмоциями отдельно большая тема, которая у нас на веб-группе уделяется отдельное много внимания. Потому что по сути люди зависимы от своих эмоций. Все, что они хотят в жизни, если прям глобально посмотреть, это просто быть счастливыми. Счастливым быть это просто эмоция. Люди просто хотят, чтобы у них какая-то там мутная капля какая-то где-то там в гипоталамусе каком, да простят меня там люди, которые разбираются в анатомии, где-то там выделилась какое-то там химическое вещество, где-то там кровь выпроснуло, и все, человек счастлив. Поэтому, собственно, опасный путь всех наркоманов и всех остальных, которые хотят как бы, минуя внешнюю реальность, они хотят себе что-нибудь вколоть и сразу быть счастливыми автоматически. Но это как бы путь в тупик, потому что в итоге кончается все плохо. Но идея такая, что почему я не очень люблю и допростят меня те, кто любит эту историю, почему я не очень люблю всякие внешние вещества. Я не говорю сейчас про наркотики, я говорю сейчас про какие-то там БАДы, там витамины, все остальное. Почему? Потому что как бы в организме есть все витамины, которые нужны. Если вы правильно все делаете, да и можно, например, ходить и какой-нибудь витамин принимать, а можно просто, ну, выстроить свой режим дня, свои какие-то управлять эмоциями таким образом, чтобы у вас автоматически все это было. То есть есть одна из теорий, не знаю, насколько она официальная, не очень официальная, что у человека, его микрофлора, да, вот всякие эти бактерии, всякие кишечники, они что-то весят, я боюсь соврать, но что-то там то ли килограмм, то ли, ну, дофига весят. То есть в вас жизни всякой, такой микро всякой, там такой живет много. И вот это все ребята, которые живут, они вырабатывают там и всякие микроэлементы, всю эту историю. То есть вот так вот. И как бы, по-моему, официальная медицина еще до этого не дошла. То есть идея такая, что если вы правильно выстроили у себя все процессы, правильно сбалансированные эмоции, сбалансированный режим дня, сбалансированное питание, все остальное, вам не нужно заморачиваться на каких-то внешних этих химических веществах. Почему? Потому что вы автоматически становитесь зависимыми от этих внешних каких-то химических штук. Поэтому если есть способ, может быть он более сложный, может он более, понятно, что таблетку навернул разок, да, и все нормально. А если там нужно, грубо говоря, какая-нибудь там дыхательная гимнастия, какие-нибудь практики, там что-то еще, это заморочно. Но это как бы оставляет вас независимым от внешних каких-то веществ. Вот, собственно, да, вот тема алкоголя, да, то есть у человека естественным образом там что-то типа спирта, там, да, спирт, содержащий какие-то вещества, вырабатываются в организме. Но когда начинают алкоголь принимать, у него атрофируется вот эта функция, и реально организм реально имеет какую-то небольшую потребность в алкоголь, он решает, типа, нафига мне вырабатываться алкоголь, когда у меня тут раз в день там поступает его много. И когда человек превращает алкоголь, начинается ломка, потому что ему нужно заново запускать вот эти в организм процессы, которые, естественно, вырабатывали вот этот там спирт, там, что там есть. Такая же история со всем остальным. То есть когда вы как бы внешние вот эти вот штуки начинаете, ну, как бы, вливать в себя, да, то организм говорит, о, супер, значит, я типа уже могу здесь не запускать, здесь не запускать процесс, я буду, типа, внешние потреблять. И часть он зависимым от внешних вот этих вот штук. Это, говорю, не очень популярная позиция, я озвучу просто свое мнение, но просто, чтобы вы, ну, имели такой аргумент в том числе, потому что, ну, многие уважаемые мной люди со мной не согласятся и скажут, нет, все-таки витамины реально там работают. Ну, вот мое личное мнение, если вы хотите на эту тему такое. Так, что еще у нас? Это я немножко, немножко не про любовь к себе, у нас любовь к себе периодически почему-то уносит нас то в тему метафизики глубокой, то вот сейчас почему-то в тему каких-то этих вещей. Ну, что еще? Давайте про любовь к себе все-таки добью. Тема такая. Ну, тема, я выкладывал в группе это видео, да, но еще раз расскажу. Очень крутая практика, называется «Я молодец». Прям очень крутая. Кто придет на эту группу, я вам по нумерологии посчитаю и скажу, кому особенно важно «Я молодец» у себя говорить, потому, что у них по природе, по самооценке так не очень ровненько. История такая. Прямо берете и говорите «Я молодец, потому что я веду прикольный эфир». Молодец ведь, молодец. Прикольный весь эфир? Прикольный. Прям раз ты себя так похвалил прямо так. Я молодец. Надо чаще так делать. То есть чем вы чаще себя хвалите, тем реально у вас, вы прям чувствуете, как внутри прям что-то наполняться начинает. И вот это брррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр То есть во внешнем мире отражается состояние, которое у вас есть. Многие люди говорят, когда я буду молодец, тогда я буду говорить. Смотрите, какая история. Человек говорит, когда во внешнем мире будет подтверждение того, что я молодец, тогда я буду говорить, что я молодец, а пока я не молодец. А что происходит? Получается, у него состояние, что он не молодец. Во внешнем мире появляется еще больше новых подтверждений, что он не молодец. Он еще больше верит, что он не молодец. Это нисходящая спираль, депрессия и все остальное. Если человек говорит так, окей, я понимаю, что в внешнем мире, например, там полная задница, по ему мнению, да, но я при этом, я все равно буду говорить, ну я же, не знаю, я вот дожил до 35 лет, я же молодец, молодец, уже хорошо, да, я, например, не знаю, ем, и у меня изо рта еда не вываливается, не вываливается, значит, я молодец. Если я вот могу взять и, например, утром рано встать, я молодец, ну уже офигеть какой молодец, да, кто-то не может уже, да, то есть даже какие-то маленькие смешные вещи, да, хвалите себя за них, чем вы больше себя хвалите, тем у вас, вот прям реально попробуйте у себя, вот если вы сейчас есть возможности, прям вот возьмите и подумайте прям вот, вот почему вы, я тоже подумаю, почему я молодец? И водички попью, вот я молодец, водички попью, подумаю, и вы подумаете, почему вы молодец? Прям вот прикольненько так прям подумайте, чтобы прям классненько было. Ну вот я молодец, потому что вчера в баню жену отправил, ну реально красавчик, получается, и себе хорошо сделал, да, и жене хорошо сделал. И вот так жена спокойно поехала на дачу, и она уже в состоянии, естественно, уже более спокойно, более наполненном, и, естественно, там им хорошо всем. Вот. Молодец же мой, я красавчик. Я говорю, что я молодец, что я это сделал. И я прям чувствую, как будто раз и прям уровень какой-то внутри какой-то там, не знаю, жидкости, раз и поднялся. Я говорю, а еще я молодец, потому что я... Ну, я офигенный марафон веду с февраля. Такие офигенные, что люди некоторые с февраля так в этих марафонах и тусуются, да? Ну, красавчик же, красавчик, молодец, офигенный, молодец вообще. Как у меня друг делал вот так, вот так вот. Реально очень прикольно. Кто-то скажет, блин, ты что, типа, это же эгоизм, типа, да меня мама с папой за это ругали. Народ, реально, расслабьтесь, реально, никто вас не наругает, вам уже, вы уже взрослый, вам уже можно себя хвалить. Хвалите себя, и когда вы в этом состоянии находитесь, вы прям почувствуете, как где-то вот здесь, вот, да, где-то вот здесь, внутри, да, начинает что-то прям вот наполняться. И первые разы, вот реально, у вас будут слезы на глазах поступать, если вы не знаете вот эту штуку. Реально это прямо, это вот, это очень крутая практика, то есть она, ну, реально, она глубже, чем вам кажется. Это способ реально себя вот как-то вот, ну, реально по любви, практика любви к себе такая есть. Что еще? Любовь к себе это, еще, смотрите, какая история. То есть часто человек, например, если он хочет куда-то в другую реальность какую-то, то есть, ну, любовь к себе, если мы в материальном плане смотрим любовь к себе, то, например, там, какая у вас квартира, да, если у вас там обои отваливаются, да, то это, собственно, тоже вы позволяете себе жить в такой квартире, в которой отваливаются обои, да, и тараканы там бегают. Если у вас машина, которая, там, не знаю, в которой, мало того, что она какая-то старая ржавая, так у нее еще внутри видно, что, как вот часто бывает, как, что человек говорит, что же у тебя такая там машина какая-нибудь старая, говорит, ну, вот у меня там, не знаю, Путин же там виноват, там, еще что-то, да, поэтому у меня такая машина там. Ну, это понятно все, да. Но смотри, ладно, допустим, да, что Путин тебе запретил зарабатывать больше, чем ты зарабатываешь. Предположим, да? Но почему у тебя, не знаю, коврики-то в песке, и все грязные, и вообще у тебя там внутри не убрано. У тебя Путин запретил в машине убираться, что ли? Или Путин запретил фантики выбросить из машины, которая у тебя два месяца там ездит? То есть вот история такая же, как бы... И часто это видно, что не бывает такого, что очень редко бываешь, когда снаружи какая-то машина старая там покоцана, а внутри суперчистая. Такого не бывает, потому что это просто машина — это отражение человека. То есть как он себя любит, такая у него и машина. Вот. И поэтому... И если же человек начинает говорить, так, окей, я понимаю, что у меня внешне там машина там не суперновая, не суперкрутая, например, да, но внутри я буду наводить чистоту, у меня будет все суперклассно и ухоженно, вопрос времени короткого, когда у вас машина сменится, я вас уверяю. И наоборот, если у вас в машине там просто бардак там какой-то там, и хоббиты поселились где-то там на задних сиденьях, да, то реально, ну, реально все фигово. Поэтому вот этот навык реально, ну, как бы, ну, навык любить себя, навык уважать свое пространство, так, окей, я достаточно люблю себя, поэтому у меня в машине будет чисто. У меня машина будет мытая, у меня машина будет все чисто, у меня будет все красиво, если у меня где-то там тиранули бампер или разбили фару, я в итоге быстро поменяю, чтобы у меня было в машине все в порядке. Я тут про любовь к себе, потому что как бы машина про продолжение вас, да, какой вы, то есть как я на себя не одену, например, там, какие-то лохмотья, там, не возьму мешок картошки, там, не проделаю дырку для головы и не одену на себя, так я не буду ездить на какой-то машине, у которой там, не знаю, покоцанные какие-то там эти здесь, облезлый руль там какой-нибудь, ну, возьмите себе, то есть это не всегда требует каких-то даже финансов, но банально, блин, уберитесь, возьмите тряпочку, протрите пыль, которую там не протирали под стеклом, например, там, два или три месяца, да, это простые вещи, они не требуют денег даже, да, просто, это просто любовь всей, это банальное просто отношение к себе, это уважение к тому, что я не буду ездить на пыльной машине, от которой мне руки приходится от руля вытирать, например, да, ну, любите себя, ну, позвольте себе там нормально, или квартира какая-то, да, возьмите там, уберитесь, да, сделайте какую-нибудь уборку там генеральную, протрите какую-то пылюку там, что-то еще, любите себя, вот с чего любовь в себе начинается, то есть то, как человек любит себя, можно посмотреть по его машине, по его одежде, по его, и это не про деньги, да, деньги там десятую роль играют, это просто про отношение, часто людям себя полюбить сложнее, вы смотрите, примерно о детях, да, вы же никогда на 1 сентября не возьмете мешок картошки, дырку для головы проделать, не возьмете же ребенка, не оденете же, да, почему, потому что как-то неудобно, потому что я люблю своих детей, на детях легче, да, я люблю своих детей, я хочу, чтобы у них, они как бы, ну, в лучшей одежде были, на 1 сентября достойно смотрелись там среди других там детей каких-то, да, мне же будет стыдно, если я его одену в лохмоте какие-то, да, так и про себя, вы, ваше тело, это ваш ребенок, да, реально, полюбите себя, реально, ну, сделайте так, чтобы вам стало стыдно, если вы пришли в какой-то там, не знаю, в какой-то дурацкой одежде, в каким-то драных ботинках там, каких-то, не знаю, что-то еще, ну, чтобы вам стало стыдно, если вы, например, там, не мылись под душем три дня, и от вас там потом пахнет, да, реально, если человек приходит, ну, как же ты, что ты под душем-то не можешь, дорогой друг, да, ну, банально, полюбите себя, ну, реально, посмотрите на себя со стороны, скажите, я вот у себя какой? Вот если я был бы отдельным человеком от себя. Я бы как вот мог бы полюбить этого человека? Посмотрите в зеркало на себе, скажите, как я могу тебя полюбить? Вот, может быть, мне тебе там, не знаю, надо какую-нибудь майку новую купить, там, или, не знаю, может быть, мне тебе нужно как-то, не знаю, постричь тебя, например, или что-то сделать. Вот, как я могу тебя полюбить? Это реально очень большая и глубокая тема, потому что, ну, реально, потому что да, мы видим соринку в глазу соседа, говорит, слушай, ну, он как себя не любит, смотри, у него, у него, там, не знаю, дома, не знаю, какое-нибудь зеркало там в пыли, да, а потом приходите к себе домой, у вас зеркало, трещина так поперек идет, или на телефоне, сеточкой прям вот так вот, сеточкой трещины по телефону, и когда вы разблокируете, у вас в пальце заносит стекла, получается, потому что там трещина на телефоне. Ну, любите себя, друзья, ну, сделайте нормально. Да вот у кого тряснувшие телефоны, вы меня поймете, да. Возьмите, потратите деньги. Вы же себя любите каждый раз, когда у вас там пальцы до крови там царапаются, а трещина от этого сделайте нормально. Но это банальные вещи, просто они не так дорого стоят. И часто бывает отмаза тоже, не, ну это ж надо заплатить, там, 5000 рублей, чтобы экранчик поменять, там, или не за 10. Это мерзкая отмаза, потому что вы просто позволяете себе не любить себя достаточно. Вы, когда будете с нормальным экранчиком, вы, блин, будете в другом состоянии. А когда вы в другом состоянии будете, вам эта десятка, там, которую вы потратили, 10 раз свернется еще с другого конца. Вот так вот это работает. Все, эфир люди не увидят. Так, я же боюсь, почему не увидят. Так, есть такая практика, похоже, надо добавлять свое имя. Например, я молодец, я Олег. Потому что мозг связывает то, в чем он уверен, и то, в чем он сомневается. А Елизавета, наверное, да, но, говорю, я практика. То есть я на эфирах рассказываю те вещи, которые я на себе тестировал и получил результат. Поэтому, то есть я ни разу не говорил, я Олег, молодец, и при этом, ну, реально, я там за последние 7 лет, ну, сильно вижу динамику в этом направлении. Поэтому, может быть, будет я, Олег, Илья, Елизавета, звучать эффективнее, но, не знаю, я – это я, да? Я понимаю, что я – это я, а не я – это мои дети, там, или мои родители и так далее. Но, может быть, это работает сильнее. Просто говорю, я не могу рассказывать то, что я не тестировал. То есть если я это тестировал, я этим делюсь. Поэтому я провожу марафон по ранним подъемам, поэтому я провожу там по пути художника, потому что я копаю тему творчества своего, да? Все вот эти вещи. То есть рассказывать то, что я не знаю, я, говорю, не буду, потому что я, ну, потому что я не уверен, я реально сильно не уверен в тех вещах, которые я не тестировал на себе. Реально, я чувствую ответственность за то, что я рассказываю. Если я рассказываю какую-то штуку, я должен на себе ее проверить. Если я проверяю ее на себе, получаю результат, я понимаю, что я могу ей делиться. Если эта штука не работает, нифига, да? Ну, я, как бы, о ней принято говорить, я не буду этим делиться. Вот такая вот история. Так, что еще? Так, у нас уже 9.06, сейчас еще все-таки по-любовь себе немножко здесь как-то вот ушел от темы, поэтому я хочу… Банально, собственно, тело, да, возьмите там, зайдите в ванну, разденьтесь, посмотрите на себя, вы себе нравитесь или не нравитесь? Если вы себе нравитесь, супер, все хорошо. Если не нравитесь, ну, займитесь спортом, там, какими-то там вещами, активностью какой-то физической. Это все в вашей власти, это все вопрос просто времени, который вы на себя любимого потратите, 30 минут в день, да? Ну, немножко, конечно, нужно быть дисциплины какой-то, давайте еще чего-то, да? Ну, это в вашей власти сделать так, что вы себе понравились. Там другой путь есть, может, просто себе понравиться, ничего не делая, да? Ну, все-таки лучше как-то параллельно эти вещи делать. Вот, тоже банальная вот такая простая тема. Так, ну, это я уже тоже, это я уже в группе расскажу. Ну, в общем, история такая, то есть про метафизику. Если возвращаемся, любовь к себе очень сильно завязана на метафизику. То есть, если вы себя любите, вы в состоянии, когда вы молодец. Когда вы в состоянии, когда вы молодец, внешний мир пытается вам подтвердить, что вы молодец. У вас все получается, вас хвалят люди, там, что-то происходит. Если вы в состоянии, что я не молодец, то во внешнем мире люди вас критикуют, на вас наезжают, пытаются вам доказать, что вы не молодец и так далее. То есть, вот в таком формате. И человек, когда он привык на внешний мир опираться, он ждет, когда его похвалят во внешнем мире, чтобы стать молодцом. Но этого никогда не произойдет, поэтому всю жизнь будет ждать какого-то там похвалы, там, и то, что его похвалят, не понимая, что чтобы получить то, что ему нужно, он просто, как бы, это то же самое, что человек ходит, у него в рюкзаке куча денег, он ходит и говорит, друзья, мне прям есть нечего, прям дайте мне, пожалуйста, рубль. Дебил, у тебя в рюкзаке миллион долларов, там, сто долларами, купюрами лежит. Просто возьми, сними рюкзак, достань, и у тебя достаточно там всегда, да. А человек ходит, у него сзади рюкзак, он ходит и повирается, мне хватает. То же самое здесь. То есть, ожидать во внешнем мире, что вас похвалят, то же самое, что у вас внутри уже есть, у вас есть миллион долларов внутри, возьмите просто его, энерго-долларов, да, возьмите просто его достать и научитесь из себя доставать из внешнего мира. И тогда как бы вот это движение будет не снаружи вовнутрь, а изнутри наружу. Вот тогда вот начинается творчество, тогда начинаются там какие-то вот миллионы энергорублей у вас, тогда вы начинаете как бы творить вот свою жизнь, да. А когда вы ходите ждете, что во внешнем мире он что-то приедет, то в итоге эта история вся, ну, кончается плачевно, пока вы не поймете, что все работает наоборот, да, то есть внутреннее определяет внешнее, а не внешнее влияет на внутреннее. Вот таким образом. Ваш лимит по произношению слов Путин в эфире исчерпан. Да-да-да, эфир завершается. Хорошо, ну, мы будем, ну, я реально, я говорю, я, и да простят меня те, кто против, я говорю, то есть история такая, что если вы против текущей власти, вам нужно копать тему мамы-папы, потому что если человек проецирует недовольство мамой, да, на Путина, да, если человек не прокачал собственную маму, да, не прокачал отношение к маме, да, очень тяжело ребенку признаться, что он недоволен мамой, поэтому ему легче быть недовольным Путином, чем недовольным мамой. Поэтому вот куча народу, который скандирует, там, Путин прочь, да, независимо от того, Путин это будет, Ельцин, там, не знаю, кто-то еще, неважно, кто это, да, то есть вот недовольство к вышестоящим кому-то, это вопрос, ну, надо маму проработать, надо прям маме благодарности подписать. Ну, это тоже у нас будет уже дальше. Все, друзья, кто с нами продолжает, пожалуйста, не дожидайтесь, что вас бот выпилит из группы, да, и вам придется там уже вписываться, ну, как бы повторно, ну, ссылка есть в группе, пожалуйста, вписывайтесь. У нас, вижу, кто тут проплатил, хорошо. Все, друзья, всем хорошего дня, до встречи завтра на эфире в 8 утра, буду рассказывать, что у нас будет на веб-группе, ну, и, соответственно, все эти темы, которые там будут, поэтому тоже, даже те, кто не идет, повторюсь, можно будет прийти послушать, там будет много тоже интересных фишек. А я с вами прощаюсь, до встречи на завшнем эфире, и будем завтра делиться на десятки и дальше продолжать нашу движуху. Все, всем хорошего дня, спасибо всем, кто был на эфире, и всем спасибо, кто был слушать. Всем пока.